На перегоне Люберцы-1 Ухтомская состоялся рейд по выявлению нарушений перехода через железнодорожные пути. В нем приняли участие представители администрации округа, административно-пассажирской инспекции и наша съемочная группа. Причиной рейда послужил несчастный случай. 18 ноября в темное время суток при переходе железнодорожных путей в неположенном месте женщина попала под поезд. Это не единственное трагическое происшествие на участке между станциями Люберцы-1 и Ухтомская. Самое опасное место, пожалуй, снизу. Поскольку когда со станции идет, электричка ее не видна. Переходят не глядя и попадают, как правило, под электричку. Здесь же карманы есть на мосту, в принципе. И видно, когда со станции, когда с Москвы идет поезд. Алексей Дрыгалов знает о печальной истории, но его это не останавливает. Алексей уверен, что в светлое время суток и в трезвом состоянии здесь безопасно. Здесь натопнута тропа. Люди, которые здесь живут, знают, что здесь можно перейти железную дорогу. Все-таки здесь безопаснее, чем вот там внизу. Потому что здесь все-таки и лестница, и мост, и карманы. А дальше уже, что называется, зависит от нашей головы. Не страшно вам здесь ходить? Мне не страшно. Здесь по ночам только поезд ходит. Только по ночам? А днем? Днем здесь не ходит ничего. Днем тут очень редко можно наткнуться на поезд. Но Алексей ошибся. Буквально через 10 минут по мосту проехал пассажирский поезд. Ирина Строкова редко ходит таким путем. Она торопится в аптеку. Дома ее вместе с лекарствами ждет бабушка. Ирина признает, этот путь небезопасен. Но так у нее на дорогу уходят в два раза меньше времени. Чтобы какой-то был транспорт, чтобы я с той стороны села и приехала сюда. Вот как, например, восьмерка. Восьмерка у нас оттуда едет только на высшую школу. А нужно, чтобы она еще сюда. Потому что переход, это где у нас? Вон там. Вот здесь близко нету нигде перехода. Для устранения несанкционированных проходов регулярно заделываются дыры в заборах, устанавливаются калитки. Но эти конструкции часто разрушаются вандалами. Во время подобных рейдов сотрудники Минтранс, сотрудники администрации Люберецкого района и сотрудники ЛОВД проводят беседы с жителями. Агитационные плакаты вешаются на станциях, они вешаются на оборудованных официальных переходах. Нарушителям делают предупреждение, а особо заядлых штрафуют на 100 рублей. Но жизнь дороже. Поэтому лучше строить свой маршрут по безопасному пути. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.